Доброе утро. Всем доброе, добрейшее утро. Так, кто в эфире? Какая-то очень связь, не очень. Хорошо, дорогие друзья. Надеюсь, что вся эта связь поможет нам, позволит нам провести сегодня урок. Георгий Нивни присоединился. Шалом. Яков Шатанин, Шатанин из Рабослания. Все присоединились. Все, шалом. Яков Шатанин эмоционально с нами всегда здоровается. Влад Косов присоединился. Шалом из Херсона. Шалом всем. Так, все, собираемся, собираемся. У нас сегодня приятный и радостный день. Закончили изучать Мишли, вообще притчи о Мишли. Закончили изучать Пертьявод. Целый трактат Устной Торы. Можно сказать, пять глав прошли. Прямо очень это серьезный, серьезный этап. Кто не прошел, может пройти. Есть ссылочки. Можно полностью все. Пять глав у нас есть. Отдельно Влад может сделать прям таким оглавлением. Один пост вот прямо сделать бы. А пост, где есть выход на все пять глав. Первая глава, вторая, третья, четвертая, пятая. Там идет прямо по урокам. С маленькими телевизориками такими, да? И получается, что вот можно одним оглавлением сделать прям все Пертьявод. Одним постом, одной статьей в этом самом, на портале ВАИКРА. Да, Влад, сделай, пожалуйста, чтобы можно было повторять. Потому что повторение мать учения. И тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Представляете? Потому что один раз прошел, понял, но еще не вошло в голову. Второй раз, третий, четвертый, пятый, оно оп, и вошло в голову. И есть у меня такая метафора. Оно начинает, как семена проросли. И эти семена начинают, они давать урожай. Начинают они семена давать урожай. И, значит, семена начинают давать урожай и давать свои плоды. Почему-то вот у меня не так. Значит, отлично. Все, у нас сегодня празднуемый особый день. Все, дорогие друзья. Сегодня, значит, я обещал рассказать, как я стал религиозным. Как я стал религиозным, как я стал соблюдать. И мы начнем, ну, то есть, может, особо сегодня мы и не начнем изучать Мишли. Снова, я считаю, нужно еще раз пройти притчи царя Соломона. Год еще раз, не год, я думаю, меньше мы пройдем. Суть, я хочу издать книгу. И в прошлом году мы проходили. Я дошел, по-моему, до седьмой главы. Я писал каждую главу, каждый урок, каждый отрывочек. Потом перестал, просто готовился и рассказывал. А сейчас я хочу, кстати, пройти опять всю книгу, написать, с другими комментариевами. Помнишь ты? Не помню. У меня какие-то семена тоже поселились в голове, и они дают плоды. То есть, я считаю, что вся моя жизнь – это плоды той Торы, которую я изучаю. Но хотелось бы больше. Всегда человеку хочется больше. Поэтому будем опять изучать притчи царя Соломона. Это самая сконцентрированная, житейская, это мудрость, как жить в этом мире от мудрейшего из людей. А сегодня я вам расскажу, как я стал религиозным. Это очень интересно, потому что как раз сейчас глава Лех-Леха была, как Авраама Вина стал религиозным. То есть, она нам дает некую модель, как вообще человек, который был нерелигиозный, как он знакомится с Богом, как он стал религиозным. И я на своем примере, вот я сейчас, можно даже провести такую аналогию, потому что все, кто становится религиозными, особенно если это человек, который принимает иудаизм, он становится евреем, он становится как сын Авраама. То есть, эта модель, она в принципе для знакомства с Богом, она есть архетип модели, как человек находит путь к Богу. Вначале я расскажу, как это было у Авраама Вину, Лех-Леха. Так, вкратце, чтобы было понятно. Значит, Тора нам сообщает, что жил такой человек Авраам, то есть в самой письменной Торе написано коротко про него. Идет родословное и доходит до Авраама, что был такой Авраам. И к нему Бог обратился и сказал ему, иди себе, Лех-Леха, Мер-Цеха, из своей земли, Миму-Лат-Теха, из своего города, Мимбэсь-Авиха, из дома отца своего, в землю, которую я тебе покажу. Сейчас я возьму Хумаш, чтобы точно прочитать. Так, отлично. Вот, смотрите, сейчас я вам прям прочитаю, как Бог ему сказал. Значит, Бог ему сказал конкретно следующие слова. Сказал он Аврааму следующие слова. Он ему сказал. Прямо на это столько комментариев пишут. Он ему сказал. И сказал Бог Аврому. Его звали вначале не Авраам, а Авром. Авром. Значит, Лех-Леха, иди себе, дословно переводится, Лех-Леха, Мер-Цеха, из земли твоей, Миму-Лат-Теха, из города твоего, Мебей-Тавиха, из дома отца твоего, Эль-А-Арец, Ашер-Эреха, в землю, которую я тебе покажу. Но не сказал куда. В землю, которую я тебе покажу. И тут же он продолжает. Продолжает. В-Э-Э-С-Ха, Легой-Годоль, и сделаю я тебя большим народом. В-А-В-А-Рехеха, и благословлю тебя. В-А-Г-А-Д-Ла, Ш-Меха, и возвеличи твое имя. То есть, имеется в виду, благословлю тебя, имеется в виду благословение материальное. То есть, будет у тебя богатство. В-А-Г-А-Д-Ла, Э-Т-Ш-Меха, и благословляйте твое имя. Будет у тебя слава, признание, люди будут тобой восхищаться. Это называется, возвеличить имя. В-Э-Б-Р-Ха, и будет у тебя Б-Р-Ха. То есть, у тебя будет сила божественная благословлять. То есть, я тебе передам вот эту вот силу благословения. Значит, и дальше Бог сказал, это очень интересно, важно. Он ему говорит, В-А-Г-А-Г-А-Г-А-Д-Ла, Э-П-В-Е-Ха, и я благословлю тех, кто будут благословлять тебя. То есть, мера за меру, кто будет благословлять Авраама, тех я благословлю. У-Ми-Ка-Л-Э-Ха, А-О-Р, а тех, кто проклинает тебя, я прокляну. Так сказал Бог. то есть мы видим сейчас что от авраама пошли и европейские народы и ишмаэль это сын авраама это родоначальник арабов да и евреи естественно через исхака пошли вот такой бог пообещал скажите пожалуйста если вам бог такое пообещал вы бы послушались а почему-то мне исчезли комментарии не исчезли комментарии вы бы послушались если бы бог вам вот такой вот пообещал бы кто вы послушался скажите пожалуйста кто вы послушал давайте посмотрим если бы вам бог пообещал такое сказал бы смотри вот например ростислав бакалук или там татьяна величкова или талисман вот у нас да кто у нас есть аркадий барвинский кто где живет да если бы бог сказал бы вам так выходи значит из своего там нижнего новгорода пешком значит выходи пешком но идти надо знаете куда идти все равно надо в опасные места идти надо например бог говорит в африку то есть просто прилетаешь в африку выходишь и идешь себе в саванну тигры львы змеи какие-то черные племена непонятные там живут вы не знаете какие там племена живут и значит иди туда я тебе покажу потом куда свернуть но вот потом я тебе покажу куда свернуть значит там будет и богатство и возвеличие имя твое и и это самое то есть понятное дело обещание хорошая но откуда вы это знаете голос звучит у вас в голове это не то что вам пришла телеграмма от бога никто вам конкретно не вы услышали голос вот вы болитесь и говорите я уверен что многие молятся сейчас и просят у бога чтобы он подсказал что делать дальше куда двигаться как поступить многие молятся и тут вы слышите у себя в голове голос там евгений калашников слушай внимательно иди себе удались от своей страны давайте разберемся что бог от него хотел почему вначале сказано удались от своей страны он ему говорит смотри в законы твоей страны в которых тебя воспитывали от вообще от них откажись они не должны для тебя вообще ничего значить все что тебя воспитывали стране откажись мимо латеха все что тебя в твоем городе воспитывали вот эти твои городские там обычаи откажись все что тебя в доме отца воспитывали то есть все твои все твои вот чек состоит из набора очень большого набора разных привычек действий и все это он получил скорее всего в в доме своих родителей. Вот я сегодня даже я люблю покупать вещи только со скидкой вообще. И у меня мама, когда уехали они в Германию, она накупила все вообще там со скидкой. Она вот шкафы. Ей сейчас 81 год, слава богу. Все стоит нетронуто. Не могла пройти, если вещи продают дешево. С огромной скидкой не купить невозможно. И я был такой же. То есть я конкретно, я когда со своей женой познакомился, мне было тогда 20 чем-то лет, я был в желтой рубашке, в такой, в желтой рубашке Версачи у меня была. Желтая, ярко-желтая рубашка. И она говорит, а скажи пожалуйста, почему ты купил такую рубашку? Мне просто интересно. Ярко-желтая. Я говорю, потому что она была с большой скидкой, 80%. Я не мог не купить рубашку. Ну что, мне цвет тоже, говорю, не нравится. Но 80% скидка я не мог не купить. Вот. Это как раз привычки из дома. И Бог Аврааму сказал, от этого откажись. Он ему в голове сказал, оставь это все. То есть не будь вавилонянином, не будь уркоздицем, он был из города Уркоздиев, не будь Авромом, сыном этого, сын его папу звали Терах. Не будь Авромом, сыном, не будь Авромом Тераховичем. Будь просто уйди от этого всего. Куда? К себе. То есть вовнутрь себя. Там, где нет у тебя никаких мыслей, связанных никаких вещей с обществом. И, значит, мало этого, что уйди в себя от всего этого, так и в физическом плане ты должен выйти из этого всего, что влияет на тебя. И тут интересно. Авраам, он был еврей, первый еврей. Еврей – это тот, который противостоял всему миру. Он всему миру рассказал про Бога и шел против Немрода, против Итала-поклонников, против всех он шел. Вообще ему было все равно. Но и все равно даже ему Бог сказал, уйди из плохого окружения, оно на тебя влияет. То есть он тот, который сам был центр влияния, тем не менее ему Бог тоже сказал, уйди из того места, где на тебя влияют. Негативно. То есть это вот важно понимать, насколько вот эта вот народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься, она верна. И насколько, в Пертьявод, мы учили, что Архек Мишахенра отдали из-за беседа, Вальти Тхабер Ли Раша не соединяйся со злодеем, и Вальти Тешмина Пуранут, и не придется тебе отчаиваться от расплаты. Насколько это верно, что даже Аврааму Бог сказал, уйди от всех, кто тебя знали, чтобы они на тебя не могли влиять. Теперь он с голоса звучит внутри. И он Авраама Вину, он думает, он говорит, хорошо, куда выходить? Еще одна сложность, пока не скажу. Я тебе покажу, по пути куда-то покажу, но пока не скажу. И тут самое интересное, он приходит к своей жене, Сара, у него была жена, которую звали на то время, Сарай, ее звали. И он ей говорит, мне Бог сказал уходить. Какой Бог? Бог создатель мира и земли непостижимый. А куда уходить? Он пока не сказал. Но я ухожу. И с ним уходит Сара, и жена с ним уходит, и племянник с ним уходит тоже вместе. Это очень интересно, насколько вот для них это было сложно. И как это очень похоже, когда Бог сказал первому человеку, Адам решено. Он сказал, от плода этого дерева, от дерева этого не кушай. А он уже сказал своей жене. То есть, и мы в принципе, мы все Тору знаем точно так же от пророков, от тех людей, которые общались с Богом. Но мы все находимся сейчас в ситуации не Авраама, который лично с Богом разговаривал. А вот как было интересно у Авраама, когда он с Богом разговаривает, и тут ему там в городе, например, ему кричат, Авраам, сколько стоит там, сколько время сейчас? И так далее. То есть, связь с Богом, она требует очень четкого, ну, чтобы тебе никто не мешал. И вот это вот то, что, то, что многие спрашивали, как ему сказал Бог, как ему сказал Бог, что уйди себе, иди к себе. И он ушел. И все наши праотцы были пастухами. Это очень интересно, да, почему они были пастухами? Потому что пастух, он, в принципе, его никто не отвлекает. Овцы не отвлекают, то есть, люди не отвлекают. И он все время, пастух, может быть вот в этом внутреннем своем состоянии. Все праотцы были пастухами. Авром, Ицхак, Яаков, царь Давид, царь Давид. Все они были, все они были тем пастухами. Пастухами. Хорошо. Да, царь Давид. Все. Значит, продолжаем, продолжаем. Итак, значит, мы продолжаем. Вот Авраам Авину, он разговаривал с Богом, и он от Бога принимал сигнал. Но все остальные, его жена Сара, Лот и так далее, они все общались с Богом через него. И иногда к ним приходили тоже ангелы. Мы дальше читаем, что к ним приходили и к Агаре приходили ангелы, и к Саре приходили ангелы, и так далее. То есть вокруг него был постоянно такой движ, движ духовный. То есть он был на, вышел на контакт с Богом, а вокруг него был вот этот вот духовный, духовное такое пространство Wi-Fi. Теперь, в общем, Авраам Авину, что мы знаем? Он вышел, он действительно вышел из Урказдима, потом он дошел там Харан, потом он двинулся дальше, потом он шел, пришел он в землю Израиля, и там начался голод. И потом он спустился в... И он, вот представьте здесь ситуацию, да? Он, ему же Бог сказал, я тебя благословлю, я увеличу твое имя, у тебя будет браха благословения, и благословляется в тебе, в семье земли. И он приходит в Израиль, земля Израиля, и что? Голод. Он, вот это интересная ситуация, проверка. Он слышит голос, голос молчит. Он думает, ну что, значит, отлично, двигаемся дальше, двигаемся в Египет. И он идет в Египет, и в Египте у него забирают жену, фараон. Но потом фараон отдает ему жену, дает ему очень много богатства, и он возвращается вместе с семьей в Израиль. Значит, это все были у него испытания, но теперь, но в итоге он же получил то, что ему Бог обещал. Получил. По пути были у него испытания? Были. Теперь остальные, которые шли вокруг него, им было сложнее, чем Аврааму? Было. То есть, они как бы, они общались с Богом уже опосредованно, как мы вот сейчас с вами, мы общаемся с Богом через Тору. То есть, мы узнаем из Торы какие-то знания, потом эти знания внутри поселяются в голове, и потом у каждого из нас внутри звучит голос. Так, как же поступить? Соблюдать шаббат, не соблюдать шаббат? Делать обрезание, не делать обрезание? Я сейчас вам расскажу, как у меня был этот момент, как я стал религиозным. Это очень интересно, как моя личная история. Значит, я с детства интересовался, как работает мир. Мне было интересно, читал книжек много, очень много я читал книжек в детстве, там, от Достоевский, Горький, Джек Лондон. Всех перечитал, значит, еще в самом раннем детстве. И, значит, ответа не получил. Очень много разных каких-то идей, но у меня не было никаких четких пониманий, как устроен мир. Потом я начал интересоваться, Гурджиев такой был, почитал его книжки, где-то уже мне было лет около 20. Потом я Кастанеду читал, Карлос Кастанеда, там тоже некое описание мира, как мир работает. То есть, но я читал эти все книжки, и у меня в какой-то момент все время была несостыковка между тем, что они рассказывали, и тем, что я видел, и между тем, что они рассказывали, и их личностной, личностной историей, откуда они это взяли, как они жили, как они умерли. То есть, мне как бы я смотрел и думал, но очень странно, что эти люди, вдруг они узнали, как работает мир, от кого они узнали. Ну, какие-то непонятные источники, да, и как они жили, они жили, ну, ничего хорошего особого они не сделали, как они не жили. И у меня не была четкая картина, однозначно, как работает мир. Пока мне не попалась книга, вот я думаю, что первая книга, которую я прочитал, это была книга Рав Иуда Гордон, называлась эта книга «Рай Стесад». «Рай Стесад» такая тоненькая была книжечка, которая давала, давала такое вот описание, как видит мир мировоззрение Торы. «Рай Стесад». Такая прямо легким, простым, понятным языком. О, я прочитал эту книгу, и она у меня, как бы, семена в голове поселились, что есть еврейское, божественное описание мира. Вот там была коротко-коротко изложена история, как получена Тора, ну, то есть некая модель мира с точки зрения иудаизма. «Рай Стесад». А моя жизнь в то время, она была очень, очень, как сказать, вот если внешне посмотреть, я приехал в Москву, у меня не было работы, у меня был очень плохой характер, я из спорта получил желание всегда выигрывать, во всех спорах, во всех ситуациях я хотел быть первым. Это приводило меня к постоянным конфликтам с другими людьми, куда бы я ни заходил, если ты хочешь быть первым, то там уже есть первые. Есть еще парочку, которые хотят быть первым. Если ты хочешь со всеми рубиться, то тогда у тебя обязательно будут проблемы. Теперь, если ты хочешь зарабатывать деньги, то там своя история. В общем, у меня был, как сказать, набор моих знаний о мире, набор моих убеждений о мире, он меня привел к ситуации, когда мне негде жить, у меня нет денег, у меня множество проблем личностного порядка в Москве. Мне 23 года, и я уже, до этого у меня были большие конфликты в Киеве, еще где-то. То есть, главное у меня было качество, я считаю, такое вредное качество, это желание выигрывать во всех спорах, и желание быть первым в любой ситуации, куда я заходил. Мне было 23 года, это был 96-й год, получается, Москва, 96-й год. И в какой-то из моментов я решил пойти в синагогу, для того, чтобы, у меня прям вот тупиковый такой был момент, я как сейчас помню, вот примерно как сейчас, ноябрь может месяц, декабрь, зима, холодно, такая прям, я прихожу в синагогу, говорю, научите меня молиться, хочу молиться. Мне говорят, вот здесь есть для студентов, для молодых, есть место, лучников переулок, Турадхаим это называлось, такая как Ешива, вот там учат студентов, евреистик молиться, если ты еврей, тебя научат. Я прихожу туда, мне говорят, такое теплое место, такая вот прям, лучников переулок, она в Москве, такое теплое место, приятные такие раввины, молодежь такая еврейская, все добрые, все улыбаются, и мне говорят, пожалуйста, приходи, учись, кушай, значит, и мы еще тебе стипендию будем платить. Я думаю, вот это да, вот это, ну реально, как бы, уже чувствуется, вот это вот, что жизнь налаживается. Значит, я начинаю учиться, молиться, и мне говорят, смотри, ты должен же сделать обрезание, то есть, ты должен сделать, ты еврей, ты должен сделать обрезание. Это серьезно, это как операция, отрезать кусок кожи, ну то есть, и, ну это реально больно, страшно, я очень боюсь боли, я так, знаете, если люди не чувствительны, а я боль боюсь. Я говорю, нет, секундочку, это серьезное решение, то есть, я там, еда хорошо, 200 долларов стипендия хорошо, молиться хорошо, но я пока не уверен, что я готов перейти на следующий уровень взаимоотношений с Богом, который подразумевает уже под собой конкретную операцию по отсечению крайней плоти, это страшно. Я говорю, нет, давайте подождем, а я, значит, когда научился молиться, то я молился конкретно, я помню, у меня всегда были хорошие амбиции, такие, я помню, я молился в молитве Шмунаэстроя в Амиде, есть там место личных просьб, я просил 200 тысяч долларов, то есть, мне от Бога нужно было конкретно 200 тысяч долларов, почему-то мне на тот момент казалось, что эта сумма решит все мои жизненные вопросы, которые у меня на тот момент стояли. Значит, я молюсь вот так вот, три раза в день, молюсь, прошу 200 тысяч долларов, дают сдаку, там, в нужном месте, выполняя заповедь сдаки, то есть, ты когда просишь, ты должен давать. Все, что я изучаю, я потихоньку начинаю применять, но обрезание не делаю. Где-то месяц я молюсь, месяц я молюсь, и Аравин говорит, давай, давай, Моэль приехал, Один раз я даже сказал, что да, но я не приехал на место обрезания, я в последний момент испугался. Это насчет того, что как у тебя появляется некая информация, вот Бог сказал Аврааму, Авраам сказал Сари, а потом выбор, делать не делать, делать не делать, то есть, ты делать шаг к Богу, но это обычно подразумевает изменение твоих вот этих вот обычаев страны, обычаев города и обычаев дома, то есть, ты должен выйти из плена своих привычек и своих рутинных вот этих схем, в которых ты живешь. И особенно, если это на первом этапе, это очень значительные шаги, обрезание, шаббат, кошерная еда, не работать в субботу, там, изменение стиля речи, ты не можешь говорить лошо на разное языче, а если мы посмотрим речь обычных людей, она построена процентов на 50, из злоязычия, то есть, ты просто половину вещей должен перестать говорить о других людях, плохо там и так далее. То есть, изменения очень значительные. И вот тут как раз есть вот это обещание, то, что Бог дал Аврааму, он ему говорит, ты сделай свое, а я свое сделаю. Я ждал от Бога эти 200 тысяч. Я помню, как сейчас я ждал 200 тысяч. И вы знаете, вот интересно, что Бог мне дал эти 200 тысяч. Он мне дал 200 тысяч, то есть, у меня потом было в декабре месяце, ровно середина декабря, включается абсолютно прямо с неба, включается цепочка событий, в которых, в которых у меня вдруг, вот у меня не было работы, не было денег, не было где жить, и вдруг у меня открывается источник заработка, невероятно, прям с неба мана такая, начинает валить. Я начинаю зарабатывать тысячи долларов в день, примерно, чистой прибыли, вот так вот, да, то есть, еще раз, молитва работает, очень сильно работает, и важно то, что ты молишь, у меня было так, я начинаю работать, и перестаю ходить в синагогу, перестаю ходить в синагогу, Рави мне звонит, я говорю, не могу, я занят, у меня нет времени, и я начинаю, потом у меня приходят деньги, и я начинаю уже эти деньги с удовольствием тратить, зачем мне, у меня в жизни все хорошо, какое обрезание, какие, какие синагоги, почему должен вставать рано на шахарит, зачем мне этот филин, у меня в жизни все хорошо, и кто это сделал, я, так думал я, и такая ошибка есть, чаще всего у людей, которым Бог дает благословение, они почему-то в этот момент считают, что, что это они сами сделали, а когда все плохо, то они считают, что это плохо из-за кого, из-за других, и просят Бога, чтобы Бог помог разобраться с другими обычно, да, просьба такая, что помоги, сделай так, чтобы другие иначе изменились, и стали лучше, в общем, где-то полгода у меня все отлично, денег все больше и больше, удовольствия в жизни все больше и больше, и я забываю, что за все надо платить, а в тот момент не знал же Тору, я не понимал, что за все придется заплатить, проходит год, значит, Равин уже от меня отчаялся, все, я как раз проходит год, знакомлюсь с девушкой, очень мне она понравилась, и, значит, еду с ней знакомиться, как раз сентябрь месяц, знакомиться с ее родителями, хочу сделать ей предложение, жениться хочу на ней, а у меня к этому времени, уже к этому времени, у меня начались неприятности, то есть, у меня неприятности начались, но когда запущен большой механизм, бизнес идет, то есть, где-то оно идет, вроде, еще хорошо, а где-то уже большие неприятности, Это хорошо перекрывает большие неприятности, но я-то единственный знаю, что уже вот этот вот маховик неприятностей и минусов, он внутри раскручивается все сильнее и сильнее. И хотя еще деньги есть, но я уже понимаю, что это уже не прибыль, это уже идет в убыток все. Я, значит, у меня здесь неприятности, там неприятности, то есть у меня уже очень большое беспокойство, как из этого всего вылезти. И тут я приезжаю еще знакомиться с ее родителями, и она вдруг заболевает, 40 температура, ночью мы начинаем ездить под каким-то скорым, ее там какие-то страшные разные диагнозы, все. И в итоге оказываемся мы в больнице, в какая-то такая больница, и врач говорит, все говорит, у нее перитонит, ее надо прямо сейчас резать, или она умрет. Давайте, говорит, решайте, или сейчас режем, или она умирает. И я говорю, ну что же, режьте, говорю, ну какой выход? Ну, то есть выхода нет. Она же без сознания. Да, она без сознания, все. И я, значит, в этот момент стою, значит, и как раз такая комнатка ожидания. Я помню, я вот реально плачу, вот мне так себя жалко, то есть вообще мне просто было жалко себя больше всех. И говорю, что же это такое, говорю, господи, творится, да. Я же хороший парень, почему мне так не везет, что, где ошибся. Потом я вдруг понимаю, что я-то где ошибся, я везде ошибся. Я в синагоге не был, обрезание не сделал, шаббат не соблюдаю. То есть я уже узнав все, что я должен сделать, и получив от Бога предоплату, как бы, уже он мне молитву мою выполнил, я свое не выполнил, я не вышел, я не сделал лех леха ми ар цеха, не сделал я свой ход. Я только попросил, он дал, а я в этот момент сказал, нет, я остаюсь все как раньше. И в этот момент я это все осознаю, и говорю, все, я понял, значит, обрезание, шаббат, все, что надо сделать, только вытащи меня из этих ситуаций, пусть она выздоровеет. Все, давай, я начинаю с чистого листа, новую жизнь, все, я начинаю. И, значит, ее вывозят, он говорит, все, мы ей вырезали там, все, значит, детей не будет, скорее всего, но в остальном выживет, да, то есть ей вырезали какие-то там органы, тогда в Ульяновске так резали, на всякий случай, знаешь, очистили, все чистили вокруг. И, значит, а я молился, прям плакал, у меня вот произошел вот этот вот какой-то внутри клик, прорыв такой, да, я вот почувствовал, что Бог услышал. И, значит, потом я вернулся сразу же в Москву, прям на следующий день буквально, пришел в синагогу, говорю, срочно делайте мне обрезание, срочно. А оказалось, что сама молитва, это была Роша Шана, это была Роша Шана 1999 года, сентябрь месяц, Роша Шана. И, значит, я приехал, мне сделали обрезание, это был пост дедальник, как раз Димал Батишрей, третьего Атишрея. И, значит, я после этого, жена выздоровела, у нас родился сын, мы ему дали имя Эли Шама, Бог меня услышал, переводится его имя, Эли Шама, Бог меня услышал. Да, вот это в книге я это событие описывал как раз, да. И, значит, с того момента я стал религиозным, то есть впереди был Йом-Кипур, то есть между Роша Шана и Йом-Кипуром как раз сделал обрезание. Йом-Кипур, синагога на Бронной, Большая Бронная, синагога Равыцкая Кокогана, я отстоял весь Йом-Кипур. И после этого Шаббат, я, значит, еще не знал точно законы Шаббата, но я не выходил из дома, ставили мы на огонь такую кастрюлю с рис с курицей, туда бросали рис с курицей на маленький огонечек. Весь Шаббат она стояла на этом маленьком огне, а я ел, значит, этот рис с курицей, постепенно начал я учиться, постигать, постигать, постигать. И в феврале месяце я уже уехал в Израиль, в Иерусалим, для того, чтобы учиться в Яшиве, потому что я понял, что если я не оставлю свой город и свою страну, то я не смогу... Дом отца я оставил рано, потому что я в 16 лет уехал из дома, и меня как бы дом отца не останавливал. Ну, то есть, у меня не было такой привязанности к тому, чему меня учили дома, но это одно во мне и осталось. Но из страны я уехал, из города я уехал, поселился в Иерусалим, и стали мы жить ортодоксальной, религиозной жизнью. И в течение, получается, 5 лет из Иерусалима не выезжали, и я только учился. И я только учился, значит, только-только я учился, да. Это было как раз 5 лет, а потом я начал обучать, преподавать, дальше начал изучать психологию, ну и так далее. Теперь, вот такая была моя личная история. С тех пор я стараюсь поменять обычаи своей страны на Тору, обычаи своего города на Тору, и обычаи дома отца своего на мировоззрение Торы, и применять это, строить из этого свои новые решения, свою новую жизнь. В этом как раз и заключается сущность перехода с операционной системы человека, который родился в Маугли, да, в нерелигиозной среде, в нерелигиозной стране, в нерелигиозном городе, в нерелигиозной семье. Переход по пути Авраама на религиозные рельсы, да. Религиозные рельсы – это связь с Богом, это именно жизнь по Торе, это тот путь, который я выбрал, и по которому я стараюсь идти. Что и вам желаю. И поэтому мы изучаем, мы изучаем мировоззрение Торы, но именно для того, чтобы поменять свое старое мировоззрение на мировоззрение Торы. Вот такой вот сегодня у нас был вводная часть, как оно все работает. И с завтрашнего дня, с Божьей помощью, начинаем изучать Мишли. Притчи царя Соломона, где царь Соломон, мудрейший из людей, он объясняет и рассказывает именно мировоззрение Торы. То есть то, как Тора смотрит на все аспекты жизни, для того, чтобы взять Мишли и вставить себе в голову. Если бы получилось это сделать, вот именно мыслить, как мыслил царь Соломон, то, конечно, это будут в жизни невероятные какие-то вещи, события и счастье, добро. И сбудется я желаю всем, чтобы сбылось благословение, которое Бог дал Аврааму. Что он сказал Аврааму, давайте повторим. Он ему сказал, говорит, И что будет тогда, если ты будешь идти по пути Бога? Давайте прочтем. Вот это то благословение, которое идет на тех, кто повторяет то, что сделал Авраам. И пообещал Бог, и сделаю тебя народом большим. Имеется в виду, Авраам до этого был бесплодный. Нам специально дается такой пример, он был бесплодный по звездам, по своей судьбе. Он и Сара были бесплодные. Но Бог ему сказал, и сделаю тебя великим народом, и я тебя благословлю, сделаю тебя благословлю, материальное благословение, у тебя в мире все будет. И я возвеличу твое имя, то есть твое имя войдет в историю. И мы видим, что вот Авраам прошло с тех пор почти четыре тысячи лет. Авраам был за четыреста лет. Три тысячи семьсот лет прошло с тех пор. И возвеличу твое имя, и будет у тебя браха, то есть будет благословение, которое Авраам передавал дальше своим потомкам Ицхаку, Яакову, и Яаков передавал дальше, дальше. То есть благословение божественное в этот мир заходит через потомков Авраама. И благословлю тех, кто тебя благословляет. Все, кто благословляют потомков Авраама, будут благословлены. Это Бог пообещал. И Миколелека Аор. А того, кто тебя проклинает, прокляну. Прокляну. Так вот сказал Бог. Поэтому, кто пишет негативный комментатор, я бы поостерегся на вашем месте. Вот реально. Поостерегся бы очень серьезно. Вы не вверху быка, кормишь похода дома. И благословятся в тебе все семьи земли. А те, которые любят Авраама и его потомков, благословятся все-все семьи земли. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. И я вам желаю прекрасной недели. Шавуатов. И завтрашнего дня начинаем изучать серьезно снова Мишли. Причи царя Соломона. Все, удачи, успехов. Напишите свои выводы лично для себя. Что вы для себя из этого можете понять, осознать. И применить, и применяйте. Все, удачи, успехов. Счастливо.